Благодаря маме я полюбил футбол, слезы горечи, поражения, слезы радости от победы. Мы проживали вместе с ней перед стареньким телевизором с рябью от плохой связи. Хочет оказаться в раздевалке нашей сборной или одним глазком посмотреть тренировку нашей национальной команды. Он уводил игрока, и он прислал фотографию. Он с Миранчуком. И он до сих пор помнит. Не забывайте, что от результата зависит ваше будущее. А в новогоднюю ночь под бой курантов загадаю желание. Россия чемпион. Юрий Валентинович, запятая, во-первых, выражая вам бесконечное уважение. Я такой думаю, кто Юрий Валентинович? Наш Станислав Саламыч. Я еще был в расцвете. Да, как, впрочем, и ты. А Юра уже играл за сборную и сейчас играет. Невероятно. Еще хочу отметить человека, который является очень важной персоной для сборной. Главного врача сборной России Безуглого Эдуарда Николаевича. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы лечите наших игроков. И хочу пожелать вам в новом году много счастья и как можно меньше травм. Это моя мама мне сшила из тряпки мячик и нарисовала там маркером логотип Чемпионата Европы 2004 года, в котором мы, кстати, приняли участие. С Дмитрием Демитрием. Не надо играть в четвертом году, правильно? В четвертом играл, да. Ну вот, да. А тут опять индивидуально поздравляют и Дзюбу, и Смолова, и Заболотного. Поэтому здесь есть о чем почитать игрокам сборной и будет им очень приятно. Скорее всего, я получил очень много сантиментов, потому что трогательно и между строк читается прежде всего труд и время, которые потратили на это письмо, потому что оно не было, ни одной из них не было написано огульно. Да, это мы подвели итоги только первой недели, а конкурс продолжается, поэтому присылайте свои письма. Мы их обязательно прочитаем, отметим и, может быть, кому-то осуществим мечту. Продолжение следует...